Автомобили чеченского вора в законе. На чем ездит Ахмед Шалинский. Родился главный чеченский вор в законе Ахмед Шалинский в 1981 году в селе. С самого детства он отличался своим сильным и холоднокровным характером. Не боялся конфликтовать с парнями, которые были в разы старше. Его первым делом был захват на трассе фуры в 2009 году. Грузовик направлялся из Китая в Москву, перевозил обувь. Ахмед вместе со своими друзьями забрали всю партию и позже распродали. За это он получил 10 лет строгого режима. В 2012 году его короновали. Когда он вышел на свободу, то прибыл домой на большом черном внедорожнике, при этом его еще и сопровождал другой. Сегодня мы расскажем вам об этих автомобилях. Первым был немецкий автомобиль Porsche Cayenne 2008 года выпуска. Эта модель в нашей стране пользуется неплохим спросом. Автомобиль выглядит очень строго и брутально. В черном цвете он смотрится еще более грозно. Под капотом у него расположился силовой агрегат на 3 литра, который выдает мощность в 245 лошадиных сил. Этот кроссовер вас точно удивит своими скоростными показателями. Максимальная скорость составляет порядка 260 км в час, а до сотки он разгоняется за 5 секунд. Очень хорошие показатели для кроссовера. Он отлично подходит для езды по городу, также на нем можно выехать в лес. Поездки по бездорожью на нем будут очень приятны и комфортны. Салон выполнен из дорогих и качественных материалов. Они будут радовать своего владельца, и даже спустя долгое время они будут смотреться стильно и современно. Автомобиль на вторичном рынке оценивается порядка 1 300 000 рублей. Вторым автомобилем был внедорожник от японского производителя, а именно Toyota Land Cruiser 200. Этот автомобиль не нуждается в представлении, все вы и так прекрасно знаете про него. В нашей стране он пользуется большим спросом, он отлично подчеркивает статус владельца. Также он практичен и надежен. В нем можно передвигаться как по городу, так и по бездорожью. Этот автомобиль можно назвать одним из самых комфортных внедорожников. Под капотом у него находится 4,5-литровый двигатель на 249 лошадиных сил. Этого ему более чем достаточно. Разгоняется он до 230 км в час, а отметку в 100 км он пройдет за 8 секунд. Салон в традиционном стиле, в нем очень много места. Отделка из ценного дерева, дорогой кожи и пластика. Выглядит это очень красиво. Автомобиль на вторичном рынке стоит порядка 400 тысяч рублей.